За первый квартал этого года автодилеры Челябинской области продали 6600 автомобилей. За тот же период 2008-го 15600 штук. Продажи в регионе упали на 58%. Рынок отбросило в 2006 год. На самом деле это еще не потеря, потому что любой из автомобильных дилеров скажет, что в прошлом году примерно 50% машин продавалось через кредит. Когда кредитных ресурсов не стало, мы должны были на 50% звониться. То есть мы еще не в кризисе. В первом квартале люди шли и покупали автомобили. А вот пойдут ли они во втором квартале и покупать автомобили. В октябре прошлого года Минфин впервые объявил о льготных кредитах на отечественные легковушки и иномарки, собранные в России по цене до 350 тысяч рублей. На момент встреч дилеров в конце апреля в Челябинской области выдано всего 6 кредитов и 2 автомобиля по ним. Хочу заметить о том, что само восстановление правительства и приказ Министерства промышленности и торговли РФ в подтверждении марок автомобилей, которые будут проходить по госпрограмме, будут подписаны президентом 14 апреля текущего года. Вот именно с 14 апреля мы начали выдавать субтитры, мы начали заключать субтитные договора. На субсидии правительство выделяет 2 миллиарда рублей. Льготная программа кончается в декабре 2011 года. При ставке в 6,33% автовладелец должен платить 8-9 тысяч рублей в месяц. Не каждый хозяин «Жигулей» сможет себе это позволить. Да и казенных денег хватит всего на 70 тысяч автомобилей. Помощь ли это российскому авторынку? Та программа, которая была декларирована господином Путиным, на самом деле, в большей степени, конечно, носит некую долю пиара, чем реальная помощь автопрому. Автомобильные рынки США и России в среднем упали на 40%. Ровно настолько же вырос рынок Германии. Немцы дают деньги не автопрому, а потребителю. Так они поддерживают спрос и платежеспособность. Вы приобретаете Максаде стоимостью 50 тысяч евро, 5 тысячи вам скидку делаете. Вы приобретаете ладу, которая там стоит 7 тысяч евро, и она стоит для вас 2 тысячи евро. Я думаю, мы сами, вот все присутствующие, сейчас прямо в очередь пошли заладить за 2 тысячи евро, потому что понимали бы, что по такой цене мы никогда автомобиль больше не увидим. По прогнозам Ассоциации автомобильных дилеров, авторынок Челябинской области вернется к объемам продаж 2008 года в 2012-м. Некоторые эксперты и эти данные считают чересчур оптимистичными.